Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram-канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня торговая сессия вторника, значит, начинается двухдневное заседание американского регулятора. Завтра будут подведены его итоги, поэтому ждем серьезное движение по индексу американской валюты. Ну и, разумеется, по другим инструментам, которые пытаются соперничать с ним за какие-то локальные тенденции. Движения будут по всем секторам рынка, поэтому, чем бы вы не интересовались, чем бы вы не торговали, исходите из того, что многие из этих движений заранее предугадать будет очень сложно. Поэтому все, что вы сейчас можете сделать, ну как минимум, это контролировать, соблюдать правила рейхс-менеджмента. Об этом я уже говорил накануне. Сейчас на финансовых рынках не так уж и много фундаментальных событий, потому что все уже сфокусировались на одном событии, которое я назвал. И волатильность, мы видим, не то чтобы находится на низких значениях. По золоту, кстати, она даже удивительная. Золото летает в рамках одной торговой сессии по 20-30 долларов вверх-вниз, однако все равно уровни, которыми завершается торговая сессия, соответствуют ценам открытия. Это доказывает неопределенность на рынке, которая присутствует, потому что кто-то не хочет рисковать перед фактически решениям. Кто-то просто не знает, что делать, поскольку запутался именно в свете того новостного фона, который сложился, где куча аргументов за то, чтобы американский регулятор все же был предан прежней политике высоких процентных ставок. С другой стороны, есть куча аргументов, которые указывают на то, что дальнейшее повышение процентной ставки, я уже говорю, даже после майского заседания, это то, что будет чинить препятствия для американской экономики. Я понимаю, что в таких условиях очень сложно принимать решение, но, друзья, решение принимать нужно. Я на протяжении последних недель, перед тем, как мы готовились к заседанию Федрезерва, со всех сторон разложил для вас все новостные факторы и обстоятельства, которые могут повлиять на фактическое решение Федрезерва. И вам уже нужно определиться. Либо вы сторонники длинных позиций, либо вы вместе со мной и с, скажем так, наверное, меньшинством трейдеров считаете, что потенциал роста доллара ограничен. Поэтому американская валюта с большой долей вероятности перейдет к снижению. Давайте поговорим по порядку. Индекс доллара от текущей котировки 101.80. Из последних отчетов стоит выделить релиз PCI. Это индекс расходов на личное потребление. Один из компонентов анализа инфляции. Многие из моих коллег считают, что это даже более объективный показатель для американского регулятора, чем фактический индекс потребительских цен. Потому что индекс PCI позволяет немного заглянуть вперед, как опережающий индикатор. Так вот, если ориентироваться на него, то индекс снизился с 4,7 до 4,6%. Это значит то, что инфляция в США снижается. Это значит то, что мой аргумент, связанный с тем, что снижение инфляции даже при текущей ставке 5%, ну, хорошо, накинем к этим 5% еще потенциально высокую вероятность того, что ставку поднимут еще на 25 байсных пунктов на завтрашнем заседании. Вот эта ставка 5,25, она уже достаточно ограничительная. Она охлаждает потребительскую активность и влияет на индекс потребительских цен. Тогда зачем ее тащить еще выше? Это один из основных доводов, которых я придерживаюсь. Надеюсь, то, что вы, ну, или те из вас, кто оставит снижение курса доллара, разделяя эту точку зрения и солидарны с таким подходом. По данным FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 байсных пунктов, почему накинул 25 уже к текущему уровню 5%? Потому что вероятность составляет уже 85%, фактически это решение уже принято. Вчера, конечно же, мы видели, сначала индекс доллара был под давлением, потом на рынке появился локальный позитив, это отчет АСМ производственного сектора, который превзошел ожидания экспертов, 47,1, 46,3. И тут на рынок вернулся позитив. Все прекрасно в американской экономике, она будет расти и стремиться к прежнему локальным максимуму. Но не забывайте, друзья, что при всем уважении к этому скромному росту, 47,1 это все равно значит ниже 50, то есть производственный сектор США остается в зоне спада. Еще одна новость связана с банком First Republic, который был поглощен JP Morgan. Я думаю, что это правильное решение, потому что в какой-то мере это сейчас снизит общее волнение на рынке и не допустит распространения паники. Потому что в конечном счете поглощение другим банком означает то, что клиентские средства в рамках этого банка JP Morgan, точнее First Republic банка, они останутся в целостности и сохранности. И не нужно будет обращаться в агентство по страхованию укладов. Но это вовсе не означает то, что на этом банковский кризис закончится. Я думаю, что это еще один сигнал того, что в целом проблемы в секторе сохраняются. А поэтому сейчас Федрезерву ну никак нельзя создавать условия, при которых будут расти доходности американских облигаций. Потому что чем выше доходность американских облигаций, тем ниже их стоимость, цена. И тем меньше ресурсов и возможности для кредитных учреждений в случае необходимости получать дополнительную ликвидность с рынка путем просто обмена этих самых ликвидных государственных облигаций. Поэтому как идея я готовлюсь вместе с вами, друзья, к завтрашному заседанию Федрезерва и считаю, что все-таки ставку ну хорошо. Если поднять сейчас, то нужно дать сигнал рынку о том, что нужно занять выжидательную позицию. По другим инструментам все без изменений. По золоту я сторонник того, что распродолжится. Текущие котировки 1982 доллара за тройскую унцию. Вчера мы видели даже выше 2000 долларов за тройскую унцию. Настроения очень быстро меняются, очень быстро набирается толпа в продажах. Это позволяет мне сделать вывод о том, что возможно на рынке сейчас очень много локов и трейдеры действительно ждут какой-то дополнительный сигнал либо повод для принятия решения, чтобы выйти из этого лока. Но мне понятно, что на текущем этапе толпа все же в коротких позициях, что позволяет мне действовать против нее. Европейская валюта 1,0984. Сегодня в 9.00 по GMT выйдет отчет по инфляции в еврозоне. Скорее всего цифры останутся прежними 5,7%. Практически в три раза выше целевого ориентира Европейского Центрального Банка. Еще один сигнал того, чтобы ЕЦБ обязательно повышал процентную ставку. ВВП еврозоны, как мы помним, в прошлом квартале выросла на целых 0,1%. Значит, европейская экономика смогла избежать рецессию. И вероятность того, что ставку повысит на 25-50 байсных пунктов сейчас крайне высока. Я бы даже сказал, что есть условия для того, чтобы ее повысить на 50 байсных пунктов. Вот сегодня, если будет сюрприз от отчета по инфляции, например, базовое значение окажется на уровне не 5,7, а 5,8, например, то тогда повышение ставки на 50 байсных пунктов будет уже фактически решенным делом. И я рассчитываю, что евро все же смогут вытащить снова выше отметки 1,10. Рынок нефти пока без изменений. В районе 80 долларов за баррель рынок топчется бренда. Вчера омрачили настроение индекса производственного сектора Китая, поскольку индекс ушел из зоны восстановления в зону спада с 51,9 до 49,2. Это негатив, очевидно, я признаю, потому что больше аргументов покупателей было связано с ростом китайской экономики и восстановлением спроса. Но снижение индекса PMI сейчас компенсируется тем, что начался май, а значит, вступило в силу решение страны ОПЕК по дополнительному сокращению объемов нефтедобычи на 1,6 миллиона баррелей. Посмотрим, какой из этих фонов все-таки станет преобладающим я сторонника длинных позиций. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok